Домой с новыми знаниями. Первые результаты масштабной программы «Глобальное образование». Ее участниками стали около 700 человек, которые отправились на учебу за границу бесплатно. И часть из них уже вернулась в Россию с интересными идеями и разработками. С выпускниками пообщалась Светлана Костина. Это роборзоид. Изобретение троих российских молодых ученых. Идея создания нового голосового устройства пришла ребятам во время учебы за рубежом. Но внедрять разработку будут в России. Планы амбициозные. Превзойти иностранные аналоги. Чтобы каждый пользователь мобильного телефона говорил «Привет, роборзоид!» И сразу находил ответы на все свои вопросы. Допустим, домохозяйка. У нее заняты руки, например. Она не может открыть ноутбук, посмотреть рецепт или достать телефон. И она просто говорит устройству «Скажи мне рецепт салата, Цезарь». И он освещивается на экране. Вот так просто внедрить поначалу непонятное устройство в повседневную жизнь. Еще два года назад выпускникам Казанского университета это казалось несбыточной мечтой. Сегодня, после года учебы в американском вузе, для них это перспективный бизнес-проект. Федеральная программа «Глобальное образование» открыла для этих ребят новые горизонты. Шанс совершенно бесплатно учиться в лучших университетах мира получили около 700 талантливых специалистов. В различных областях из всех регионов страны. Это инженерное дело, медицина, это наука, образование, управление в социальном секторе. Мы не направляем за рубеж наших выпускников вузов учиться на экономистов, менеджеров. Хотя если это управление в социальном секторе, то очень актуальная и важная задача, которую нам необходимо решать в ближайшие годы. В Владивосток вот здесь, да? Да, где папа учился? Давай. Это здесь. Из Владивостока в Америку за новыми знаниями. Специалист в области информационных технологий и многодетный отец Марат Валиев мечтал учиться за границей. В интернете увидел информацию о новой федеральной программе, собрал документы, сдал языковой экзамен и отправил заявку. Уже через два месяца его пригласили на собеседование в Казань. Из почти тысячи человек, специалистов IT-технологий, на учебу должны были отправиться 15. И житель Дальнего Востока попал в их число. Сейчас вспоминают, как учеба занимала 100% времени. Иногда без отдыха и сна приходилось выполнять сложные задания. Решили на качестве неэкономии. Поэтому именно тех, кто будет работать в университете, отправили в такой даже по американским меркам дорогой вуз. То есть оно однозначно стоило того. В Министерстве образования России не скрывают. Проект дорогостоящий. Всего на учебу российских специалистов потратят несколько миллиардов рублей. Согласно контракту, все выпускники иностранных вузов будут трудоустроены. В списке около 300 компаний. И среди них есть даже не фирма, а целые города. Например, Иннополис, построенный недалеко от Казани. Это целый город для IT-специалистов. Люди с хорошим образованием здесь особенно нужны. Достойные зарплаты, доступное жилье, а главное перспективные проекты. Все это привлекает компьютерных гениев со всей страны. Константин Крайнов после учебы в Китай планирует вернуться в родной Суздаль. На факультете география человека учит, как сделать город или район максимально комфортным для жизни. Я думаю, здесь можно было бы все благоустроить. Сделать нормальные дороги, сделать цветники, потому что сюда люди уже не ходят. Поставить нормальные человеческие скамейки. Очень много людей приезжает в Суздаль из Москвы, из других стран, из других областей с детьми. Сделать что-нибудь для детей. Из Китая он привезет не только иностранный диплом, но и супругу Улянь-Лянь. Говорит, что в России большие возможности реализовать свои идеи. Были бы нужные знания. Светлана Костяна, Олег Матюшин, Андрей Никипелов и Мария Левченко. Первый канал.